Друзья, всем привет! На носу ACA 129, со-главное событие вечера, Виталий Кирпенко. Привет, Виталик! Гаджимурат Хиромагомедов. Нас ждет захватывающее противостояние. Сейчас проведем перекрестное интервью. И первый вопрос, ребята, обоим. Когда узнали то, что бой предстоит такой, когда узнали имя оппонентов? Первая реакция, Гаджимурат. Я рассказывал уже, мне дали Бутенко. И потом предложили мне более молодого, сочного, такого оппонента, энергайзера, грубо говоря. Я говорю, еще бычий, говорю, вперед. Если в Москве далеко ехать тоже не надо. Виталий, у тебя какая была реакция первая? Да, я тоже говорил, что это круто, на самом деле. Гаджимурат имя хорошее. И плюс, на самом деле, я даже, понимаешь, первое знакомство наше. Я помню, я в Москву уже 5 лет назад переехал. И по-моему, на Кубке Москва было что-то у нас такое. И мы с тобой в раздевалке были. Ты мастер, я тебе дал еще разогревающийся. Понимаешь, мы с тобой, типа, этот. Я, типа, выиграл один поединок, и должен был, типа, с тобой по сетке встретиться. И, ну, типа, наша команда проиграла, и кто-то другой вышел. Ну, я, типа, очень так. Команда на команду. Да, 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 это было круто. И нас, ну, я очень хорошо со спортивной составляющей. Это будет крутой поединок. Ну, прям, реально, очень круто. Гажмурат, когда ты слышишь имя Виталий Слепенко, что первым делом приходит тебе на ум? Женьки не лехали. Собрацей. Ну, все сделал для этого, чтобы. Да, в одном из интервью ты даже сказал, что Виталик на этой теме так неплохо хайпанул. Ну, да. Ну, и, ну, а не считаешь ли ты, что в какой-то момент Виталик подвергся, ну, как-то чересчур какому-то хейту и критике, то, что на него прям уполчились вот с этим Женькиным Львом? Ну, мы разные, понимаешь, и все люди тоже разные на земле, и у меня менталитет другой, и я сам по себе вообще другой человек. Он другой человек сам, да любит свою жену, молодец, красавички, ну, в чем проблема, у меня никаких проблем нету к ним. Виталик, немножко это, внеси подробности, пожалуйста. Вот такая волна пошла насчет этого Женькиного Льва. Скажи, как, были какие-то трудности, чтобы там эмоционально с этим справиться? Потому что я знаю, что в какой-то момент там некоторые персонажи писали даже твоей жене. Дозвонили даже было, но не суть об этом, просто сам не нравится вообще какой-то там, знаешь, ну, в плане внимания, но я такой энерджайзер, который подпитывается немножко от движухи, и это круто. Но он правильно сказал, что мы разные, но знаешь, мне кажется, что мы в чем одинаково, искренне в любом случае, типа, разный может быть характер, и там все у нас разное, но искренность это не отнятие, это круто, я считаю, поэтому. Люди это любят, и они видят это. Ты сказал вот про эту искренность, и Гаджи Мурат известен даже в ММА кругах, говорят, что он как один из братьев Диас, психологически где-то на тебя не поддавливает вот это его дерзкая манера поведения? Я же говорил, будет типа бой гангстера против улыбающихся Женькиного Льва, это будет прикольно. Гаджи Мурат, вот сейчас понятно, что не лучшее состояние перед взвешиванием, но то, что Виталик всегда с улыбкой, всегда вот на этом веселее, тебя это немножко не выводит на эмоции? Как я говорю, улыбайся, что улыбайся, серьезно, что мы серьезно, ну такой какой есть, да, улыбчивый парень, наоборот, жизнерадостный. Другим тоже радостные эмоции дает. Ты сейчас, я думаю, тоже нормально же, и вот и все, мы с кайфом сделаем работу свою. Я не знаю, сколько эмоций давать радостные людям, братан, понимаешь, вот так вот. С кайфом сделаем работу свою, и вообще будет круто, поэтому зрители должны не пропустить. И бой ты спрашивал, бой, да, я видел, как он работает, двигается. Всюду, ну на месте не стояли, но ей дают сюда рубить темп. Да, про бой мы еще поговорим. Да, и... Именно к противостоянию подойдем. Вот смотри, летом, летом у тебя был объявлен уже поединок против Али Багова, у вас есть своя определенная история уже с ним, но из-за ковида тебе пришлось сняться, хотя ты просил Лигу на ближайший турнир перенести ваше противостояние, но все случилось не так. Думал ли ты до последнего, что Лига продавит этот момент, и что ваш бой все-таки случится? И сейчас, насколько для тебя все равно это противостояние имеет какой-то принципиальный характер? Я звонил после обращения Олега к Ибраиму, сразу же сказал, у меня один бой остается по контракту, и я ему говорю, сделай еще один бой сверху, говорю, я хочу с этим человеком, говорю, подраться. Он говорит, да, хорошо, вперед, говорит. Ну, это сейчас у меня бой, и мне нужно думать, а это бой, а что будет дальше? Виталик, наверняка видел крайний поединок Гаджимурада против Георгия Кичигина. Какие сделал для себя выводы после того поединка? Ну, то, что очень, ну, в плане борьбы очень сильно, ну, именно выиграл и в плане борьбы очень хорошо технически, и поэтому, ну, нужно противостоять, ну, что-то противостоять этой борьбе. Так, ты говоришь, в плане борьбы выиграл, а он мне стойки сделал что-нибудь? Ну, стойки, да, ну, типа в плане вообще общего боя так нормально сыграл. И в стойке, и в борьбе. В борьбе более-таки не классы были. Хэштег мой. Буду бороться. Я вот все, что я говорил, я то и сделал с ним, нет? Я говорил, а с ним буду и драться, и буду бороться. Я сдержал свое слово, да. Но в интервью недавнем мы с тобой общались, и ты говоришь, что готов удивлять даже в борьбе. А что делать? Это может смешное незаборство, надо и в борьбе удивлять тоже. Я же рад, ты готов к тому, что они там все-таки удивят тебя в борьбе. Ну, как так он покажет. А так я видел его крайний поединок, смотрел Малышеву, да? Малышев, 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 да? Ну, я хочу ошибиться, я не знаю его. Ну, там он показал борьбу. Ну, я думаю, что тот просто бороться не умел. Он ему там показал и проход ноги показал. Он сам вошел же в ноги, он типа сам вошел в ноги. А не, в третьем раунду, мне кажется. Да, там не чуть-чуть. Как раз вот джиу-джицу будем. Посмотрим, что будет. Гаджи Мурат, бытует мнение, что у тебя есть определенные проблемы с функционалом. Что в третьем раунде ты не так страшен и опасен, как в первых раундах. Но, при этом, что странно, 8 из 10 твоих побед одержаны решением. И тут, ну, странно, да? Выигрываешь решением, но все равно говорят, что проблемы с кардио. Как это можно опровергнуть? Леха, а разве человек может три раунда в одинаковом темпе работать? И если тот человек тоже такой же топовый, и он тоже борется и бьет, он может три раунда в одном темпе работать. Можно работать, когда человек в своей манере работает, а тот не противопоставляет ничего. Его, как говорится, работать. Тогда он может спокойно и 10 раундов работать, а когда два одинаковых класса. То, что у него было в крайнем поединке. Да, типа там можно. Он мне не показал, ему не дало опору. И все, типа, и можно работать и 20 раундов, типа в таком. А когда люди начинают уже, он свой темп дает, я свой, мы в джу-джу-джу, конечно, устать. Ну, может устать, конечно, любой. Виталик, с другой стороны, твоя сильная сторона, одна из сильных сторон, это как раз таки кардио и твой высокий темп. Скажи, это одно из оружий, которое ты будешь использовать в спротиве Гаджимурада, именно с первой секунды задавать высокий темп? Ну, Гаджимурад крутой боец, нужно во все оружие выходить, знаешь, как это. Поэтому будем все оружие использовать, которое есть. Ты смотри еще, знаешь, как ты смотри, на поединки, с кем дрался и с кем он, ну, как оттуда вышел, понимаешь? То есть это, мол, Багаев. Ну, у меня, ну, у меня функциональный, функциональный, физический сил просто. Можно сказать, этот бой я проиграл. И я не потянул там просто. Да, я говорю, что проиграл этот бой. И так же, смотря, он мне просто дал вот этот темп сразу в борьбе, около сетки. И здесь вот тоже, кто какой темп даст и кто выдержит этот темп. Может человек сам темп дать, а сам же не выдержит свой темп в этом конце. Гаджимурат, ты уже оговорился об этом, но чуть-чуть углубимся. У тебя должно было быть противостояние против Александра Бутенко. Человек с большим опытом, с большим бэкграундом. С точки зрения матчмейкинга, ты рад, что вместо Александра в сопернике получил голодного и молодого Виталия? И как считаешь, какой бой стилистический тебе был бы удобнее? Против Александра или против Виталия? Удобнее, я думаю, был бы Бутенко. Ну, я так думаю. А выбрал я Виталия. Ты, Леха, в пути не ищешь? Ну, мне кажется, у нас будет более красочный бой, чем... Виталий, ты себя всегда очень активно ведешь и в жизни, и в соцсетях, как-то подогреваешь интерес к поединку. Но этот бой идет каким-то особняком. То есть, все достаточно сдержанно, тихо, спокойно. Почему бой с Гаджимуратом это некое исключение? Ну, я же говорю, у меня в плане личностного какого-то ничего нет. И я отношусь к этому прям, как спортивная составляющая, прям как два атлета выйдут и покажут просто крутой поединок. Я, на основе, как-то не подогреваю никакой бой. Это просто уже на меня начинает что-то пытаться там этот, и мы уже как-то разворачиваем это. Ну, а нам не зачем это делать, и мы делаем только спорт, крутой спорт. Парни, вопрос обоим. Рассматриваете ли вы такой вариант, что, представим, что ты продлил контракт с лигой. Ты же говоришь, что мы все здесь для того, чтобы заработать, и тебя удовлетворяют полностью финансовые условия, ты продлеваешь контракт с лигой, и победитель этого поединка получает претендентский бой с Али Баговым. Рассматривали ли такой вариант, Виталик? Все, что надо сказать. Слушай, да, тебе ты... И ты говорил тебе, что позвонил Ибрай ему, и сказал, что если бы не с Виталием, я бы не подрался, то я подрался бы с Олежкой. Но ты, в случае победы над Виталием, прям ярко выраженный претендент. Ну... И не будешь ты говорить с лигой, то есть тебе все равно принципиальный бой с Али, есть, например... Мне интересны, мне этот бой тоже интересен, мне этот бой тоже интересен, солишка. То есть, не обязательно сразу за поезд, можно и претендентский поездить. Ну, и потом туда тоже можно забраться. Виталий, в случае твоей победы тебе интересно противостояние против Багова? Да, тоже интересно. Да, на самом деле там у нас дальше идут прям любые крутые поединки, какой они выберут, любой будет яркий поединок. Поэтому титул это как прилегающая часть, а главное, ну, именно драться с топами и все, это самое, считай, круто. Ребят, давайте заключительный вопрос. Людям всегда интересна конкретика. Как закончится бой и кто выйдет победителем, Виталий? Ну, конечно. Я думаю, на самом деле, все равно придется всю дистанцию, где будет бескомпромиссный прям... Работа бескомпромиссная и победу держит Виталий Слепенко. Почему брат? Ктагон покажет завтра. Послезавтра? А так Виталий Слепенко уже знает, кто победит в глубине души. Ну, конечно, мы газонизируем всегда. Изначально. Ребят, спасибо вам. Я желаю вам легкой сгонки последних килограммов, а я, как зритель, жду прекрасного противостояния. Все, все.